Да, такого количества крокодилов на квадратный метр, честно говоря, видеть еще не приходилось. От масеньких до гигантских. Все это здесь, на крокодиловой ферме. Их тут выращивают, и самые одаренные в смысле роста пойдут в выставочный вольер. Самые одаренные в смысле спокойные – крокодиловый цирк, который вы только что видели. Все остальные идут на сумочки и кошельки, а также ремни, которые вы можете здесь же и купить. А если вас не мучить крокодила жадность, то сувениров здесь предостаточно. Наш же первый сувенир лежал в кофре. И была это первая отснятая за первый же день пленка из 36 кадров. Так что выводы по степени насыщенности от Тая делайте сами. Тайван, с моей точки зрения, совершенно незаслуженное забытое направление. Да, конечно, неприятно попытаться там ехать через Москву. Но, в принципе, можно поехать и через Екатеринбург, и через Челябинск. Наш любимый, ненаглядный. Только с пересадкой в Ташкенте. И что бы хотелось сказать в окончании первой экскурсии? Действительно интересно. Действительно, время дождей, это, пожалуй, самое благодатное время. Действительно, немножко устали от путешествий с сезона в сезон, климата в климат. Но, когда в Магнитогорске 10 градусов тепла, здесь 32, и это только в тени. А что на солнце творится? На солнце качественный загар и море удовольствия. И, кстати, здесь все очень-очень дешево. Уж чего-чего, а живности в Таиланде предостаточно. Хотя в туристической зоне ее, в принципе, быть не может. Но из джунглей в Паттайях собрано ни одно коллекционное здание. Кстати, в этом климате и флора тоже ничего себе. Если, к примеру, на территории отеля вы не увидите турецких садов Семирамиды, то поделиться на всю тропическую или экваториальную прелесть можно в специализированных парках, посещать которые вы можете как в компании, так и индивидуально на такси. Что значительно дешевле. Конечно, при условии довольно глубокого познания английского языка. Потому как ваш примитивный школьный никто не поймет. А из познания высшей школы необходимо исключить все времена и обороты, используя максимально простой язык. Вот тогда все будет окей. К сожалению, и это факт, за одну поездку вы весь Таиланд не увидите. И всего не пересмотрите. Сюда надо ехать не на неделю и не один раз. Мы, конечно, попытались и не безуспешно увидеть многое. Но успеть сделать все в один заход совершенно невозможно. И не один раз пришлось кусать локти и не одну энергоемкую батарею засадить. И потому в представлении с рептилиями участвуют всего два героя. Упитанный питон и упитанный лёгкан. Потрясающее удовольствие. Вы знаете, мы были в Индии. Вот там я испытывал такое странное ощущение, как будто меня только что должно укусить животное. Этот питон, конечно, не ядовитый. Ой, вы знаете. Ради этого стоит приехать в Таиланд. Чтобы вот так вот в компанию вошло количество друзей и доброжелательных людей. Просто не спеша взять такси, допустим, за 1200 бат и кататься целый день. При этом посмотреть всё. А что нас ждёт впереди? Эх, ну после общения с этим питоном я даже не представляю, что вам можно будет рассказать дальше. Но я думаю, будет интересно. Ну ладно, гадов ползучих я теперь люблю не меньше гадов хвостатого лосатых. И завести и привезти таких в условиях хладновастых квартир, конечно, не представляется возможность. Но вам представляется возможность круглый год получать удовольствие от созерцания, к примеру, парка цветов, куда мы, подзарядив аккумулятор и плотненько перекусив, отправились. В очередной раз замечу, ничего подобного ранее видеть не приходилось. И не жалко денег за входные билеты, которые идут на поддержание чудо-природы в идеальных условиях. Взяв простую карту, здесь можно провести не спеша весь день. Если бабочек в большом количестве в специализированном бабочкам в вольере, да есть здесь и такой мы не увидели, то вот звери здесь бродят свободно и в большом количестве. Но о них чуть позже. Конкретнее о парке. Этот экопарк, не путать с магнитогорским экопарком, имеет примерно такую же территорию. Но в этом экопарке и музей, и пункты питания, и вся растительность экваториальной, щедро политой солнцем и дождями зоны. Вот здесь, наверное, располагаются легкие планеты. Конечно, труда, подобное создать, требовалось неименоверное количество. И тут только начинаешь понимать, насколько этот народ любит свою землю и умеет за ней ухаживать. При этом делая все с улыбкой и без фанатизма. Здесь вообще не чувствуешь напряжения, а отдыхаешь, удивляясь и ни о чем не задумываясь. Конечно, это не отдых в стиле индийского Гоа. Здесь по-другому. Здесь постоянно интересно. Интересно, к примеру, с высоты крон деревьев взглянуть на джунгли и почувствовать себя Тарзаном и Маугарем. Ну что ж, мы или мы в разных странах, нам очень понравилась Турция в великолепный Египет, но нигде столько зелени нет. Конечно же, были мы и в Индии. Там зелени примерно столько же, но вот качество и отношение ко всему. Здесь же, благодаря присутствию американских войск, деньги были вложены вполне понятно куда. И вы знаете, даже летом, таким холодным отечественным летом приезжать в Таиланд я бы вам крайне рекомендовал. Сколько удовольствия стоит и стоит ли ехать в пятерку? Можете поехать и в пятерку, но вот мы, допустим, второй день в 3 с плюсом в центре Паттайи. Каждого или почти каждого рано или поздно охватывают мысль о близости с природой. Но в России живую природу увидеть достаточно сложно. И даже если вы профессиональный охотник и не менее профессиональный рыбак, то в первом случае на дичь вы насмотритесь расстояния, на живую вблизи нет. Рыбак рыбу, конечно, ощущает, ему везет больше. Здесь возможно прямое общение с животными. И с рыбами, и с птицами. И они здесь не выглядят зачухонозамученными, тысячекилометровыми переездами зоопарков. Они здесь в своих привычных условиях. Если попугаи в других зонах это все-таки экзотика, то здесь они полноправленные члены жизненного процесса. Настырные члены. В Таиланде так получается? Ты просто что-то забываешь. Но тебе не менее. Эх. Вот меня уже пощипают за все части тела. А это уже чемпионат мира. для программы «Дом, милый дом». Посмотрите. Со сколькими людьми, а точнее, со сколькими птицами мне приходится общаться. Я вам серьезно рекомендую. Возьмите немножко, а точнее, побольше денег. Ну, в смысле, немножко дебаток, а побольше вот надо же. Аккумуляторов. Вот. И вот меня даже снизу атакуют. И уши-то мне пощипывают. Ай-яй-яй. Так вот, ребята, больше аккумуляторов, больше пленки и море удовольствия. И не жалейте денег. Хотя все не стоит достаточно дешево. А вот сверху уже пошел искусственный дождь. Кстати, живой интерес к вам, посетителям, здесь проявляют буквально вся живность. Нет, не в смысле попробовать на вкус. Хотя в клетку с тиграми я не ходил, может, у них другое мнение. Здесь животные ручные. И за символическую сумму в 20 бат, примерно 17-18 рублей, вас окружат таким четвероногим вниманием, какого вы еще не испытывали. Дивно прелестная картина, продолжение которой вас ждет после исторического представления с глубокой трансформацией сцены, коего в полном объеме вам хватит минут на 40 впечатлений. Здесь вообще впечатлений море. Но с камерой высокого разрешения делать нечего. Уж кому-кому, а тайцам об этом знать. Ибо многие костюмы и танцы довольно бессовестным образом спираются различными шоу, коих в Таиланде много. И в Баттаях, и на Пхукете. Тут понимаешь, откуда пошло слово «пиратство». Поэтому, продемонстрировав вам совершенно потрясающие костюмы, которым может позавидовать любой провинциальный и не только театр, мы перейдем к актерам, которым костюмы не нужны. Башить костюмы таких размеров не представляется возможным. Актеры – это, разумеется, четвероногие. Да какие! Это цирк слонов. И представьтесь, их на арене добых два десятка. И что они умеют, удивляют. Лично меня поразила ловкость, с которой выпрашиваемые 20 бат с помощью удивительного гибкого и ловкого хобота перекочевали в карман дрессировщиков. Еще раз напомню, это страна обалденного семейного отдыха. Если такие эмоции это вызывает у взрослых, то представьте реакцию детей. Ну а мы опрессовку дня второго закончили в аквариуме. Вроде до моря океана несколько километров, а как чудно придумано. Вы погружаетесь безо всяких приспособлений в водный мир. И чем глубже ваше погружение, тем больше эмоций. Тут и скаты, и акулы, и… и не буду перечислять, только позволю озвучить совет. Если у вас нет желания попадать на групповой надоедливый тусняк, то все то дивное чудо, которое вы видели только что, располагается вдоль основного двухстороннего хайвея из Бангкока на юг. И вам, в принципе, достаточно договориться с таксистом по часовой оплате. И все, с севера на юг Паттайя, либо в обратном направлении, не спеша и не напрягаясь. Останавливаетесь и видите все. Благо указатели дублируются на английском языке. Но это мы узнали не в первый день. Так же, как не знаю как, но оказывается, можно так мужика перекроить, что финальная фраза типа «догадайтесь, кто здесь мужчина, а кто женщина» становится неразрешимой загадкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова